Человек, он живет дольше, чем основное количество видов на нашей планете. То есть, мы можем дожить до 100 лет, даже некоторые люди доживают до 120 лет. То есть, нам, казалось бы, повезло. Наша продолжительность жизни гораздо дольше, чем продолжительность жизни других видов. Но какие механизмы контролируют это? Почему, например, люди могут дожить до 100, до 120 лет, а наши близкие родственники, приматы, например, макаки, доживают только до 30-40? Причем они заболевают теми же самыми болезнями, как мы, диабетом, повышенным давлением. Они заболевают этими болезнями, когда им 20-25 лет. Почему так происходит? Или, например, если мы посмотрим на мышей, казалось бы, они маленькие, безобидные грузины. И они доживают всего до одного-двух лет, максимум до трех-четырех. Опять-таки, если мы посмотрим на такие болезни, как рак или, например, другие процессы, связанные со старением, мы увидим, что в мышах эти процессы начинаются где-то после одного-двух лет жизни, то есть очень рано. То есть, если бы мы были мышами или мы были бы макаками, нам было бы очень обидно, почему люди могут жить до 100-120 лет, а мы должны умирать от тех же болезней в год, или в два, или в 25 лет. Но мы, как люди, живем долго, поэтому нам кажется, все в порядке. Мы уже в гораздо лучшем положении, чем макаки или мыши или другие виды. Но мы можем задаться вопросом, почему у нас получается, что мы начинаем стареть, когда нам 60, 70, 80, а не начинаем стареть в 30 или, например, в 150 лет. Потому что есть виды, которые живут дольше, чем люди. Птицы, киты, даже некоторые рыбы, они могут дожить до 300 лет или до 200. Есть даже виды, которые не показывают никаких видимых механизмов старения. То есть, почему люди стареют и почему люди стареют в этом возрасте? Это то, в принципе, чем, казалось бы, было бы очень интересно заниматься. Но, на самом деле, это один из самых недоизучаемых вопросов современности. Очень мало людей, на самом деле, изучают сам процесс старения. То, что, казалось бы, когда мы старимся, мы заболеваем. У нас может случиться рак, у нас повышается давление, наши мышцы не работают, наши суставы не работают. То есть, мы видим множество научных работ, которые направлены именно на изучение вот этих вот эффектов старения. Но мы не видим практически никого, кто занимался старением как процессом. Традиционно мы считаем, что старение — это не болезнь, это естественный процесс. То есть, ну уж так повелось. Мы пожили и старимся. Но почему это происходит и в какой момент мы начинаем стареть, это практически не изучалось. То есть, я должен оговориться, конечно, людям интересен этот процесс. И где-то уже 50 лет назад была высказана точка зрения, что старение — это как бы процесс, когда вещи в организме ломаются, как, например, если вы купили автомобиль и ездите на автомобиле, и через некоторое время у вас начинают выходить из строя те или иные другие детали. И было даже предположен механизм. То есть, как происходит старение. Почему? Основной механизм, который был предположен уже 50 лет назад — это оксидация. То есть, есть радикалы, которые в процессе оксидации, в основном из-за того, что в митохондриях у нас энергия вырабатывается митохондриями, они вырабатывают как побочный продукт вот эти вот свободные радикалы, которые ломают нашу ДНК, ломают другие молекулы, происходит окопление вот этих поломок, и в конце концов получается, что мы заболеваем всеми этими болезнями. На самом деле, в последние десять лет оказалось, что эта теория, на самом деле, не совсем правильная. То есть, были поставлены эксперименты на мышах, опять-таки, посмотрели на людях, если и они будут есть еду, которая богата антиоксидантами, поможет ли это продлить продолжительность жизни. И это не помогает. Более того, оказалось, что вот эти вот поломки в ДНК или в других молекулах, которые вызваны окислением, они не являются основным процессом, который происходит в старении. То есть, что-то другое. То есть, на этот момент мы можем сказать, что тот основной механизм старения, который был предложен 50 лет назад, не является основным механизмом старения. Но что же тогда настоящий механизм? Что вызывает вот эти все поломки? Мы не знаем. И очень мало, на самом деле, научных групп изучает это. Что интересует меня лично в этом процессе? Как так может получиться, что процесс старения так изменчив между видами? То есть, мы видим, что два вида, которые генетически очень похожи, например, человек и обезьяна, могут стареть в таком разном возрасте. Как я говорил уже, человек начинает стареть, может быть, 60-70, но обезьяна начинает стареть уже после 20 лет. Почему? Генетически мы очень похожи. В принципе, органы и системы все одни и те же. И даже эволюционно человек и обезьяна, если мы говорим о макаках, они были одним и тем же видом где-то 30 миллионов лет назад. С эволюционной точки зрения это минуты, даже, может быть, пара секунд. Вы можете сказать, ну, обезьяны меньше, вот если мы посмотрим на мышей, они совсем маленькие, поэтому они, так сказать, живут меньше. Опять-таки, это не совсем так. Если мы посмотрим на мышей, конечно, они маленькие, живут очень короткое время, как я говорил, может быть, максимум три года. Но если мы посмотрим на летучих мышей, которые, конечно, не совсем родственники мышей, они из другой даже класса, но они по виду, такого же по размерам, они только с крыльями, та же мышь с крыльями, они могут жить дольше, чем 40 лет. То есть разница в продолжительной жизни между обычной мышей и летучей мышей больше, чем 10 раз. Как так получилось? И даже среди летучих мышей есть виды, которые могут дожить до 40 лет, а есть виды, которые только доживают до 10 лет. Если мы посмотрим на других животных, например, на белок, они могут дожить до 30 лет. Почему? Как так получается? Нам это очень интересно. Естественно, мыши, летучие мыши, белки, в принципе, нам все равно. Живут они до 10 лет или до 30. Что нас интересует, как так получилось эволюционно, что у человека вот этот вот грань, так сказать, продолжительность жизни максимальной, она ограничена где-то 120 годами, а не 150 или, например, там 200. Как так может получиться? На самом деле этот вопрос на данный момент остается открытым. То есть все, что можно сказать на данный момент, это то, что мы видим, что старение, как по себе, не является независимым процессом. Старение на самом деле очень тесно связано с развитием. То есть если мы посмотрим на разные виды, мы видим, что если мы хотим предсказать, как быстро вид старится, нужно посмотреть, как быстро он развивается. То есть, Если увидено развитие быстрое, например, развитие заканчивается через год, значит и продолжительность жизни будет короткой. Если как у человека развитие, например, 15-16 лет, до того, как мы считаемся взрослыми, или даже 20 лет, то и продолжительность жизни будет долгой. И это, похоже, является константой, эволюционной константой. Даже если мы посмотрим на каких-то древних рыб, которые живут в пещерах и которые могут доживать тоже до 100 лет, мы увидим, что у них тоже период созревания где-то 15-16 лет, так же, как у человека. Хотя, конечно, генетически, эволюционно они очень далеки от человека. То, что наша лаборатория изучает, это как раз механизмы, которые связывают развитие и старение. Потому что в нашем, так сказать, понимании, как бы это является совершенно разными процессами. Если мы наивно смотрим на человеческую жизнь, у нас есть детство, юность, потом мы живем, и потом мы начинаем стареть. Но на молекулярном уровне это совсем не так. Мы видим, что процессы развития и процессы старения, они не только взаимосвязаны. На самом деле, многие из этих процессов, которые мы видим в старении, являются продолжением тех процессов, которые происходят в развитии на молекулярном уровне. И поэтому, в принципе, чтобы понять, почему старение начинается в таком-то возрасте, нужно понять, что регулирует развитие. Почему у человека развитие занимает 16-20 лет, а, например, в макаке это занимает 5 лет, а в мышах это занимает несколько месяцев. А это уже совсем другой вопрос. И этот вопрос, на самом деле, гораздо проще, потому что регуляция развития – это большая область научных работ. И, в принципе, многие группы изучают развитие. Но никто не смотрит, ну, вернее, я должен сказать, не оговориться, не никто, очень мало, всего несколько групп в мире, они смотрят на связь между развитием и старением. Почему так получается? Потому что исторически развитие старения, оно как бы основано на морфологических, на каких-то более основных биологических принципах. Теперь, в последние годы, мы можем смотреть на молекулярном уровне, мы можем смотреть на экспрессию генов, мы можем смотреть на регуляцию генов, мы можем смотреть на изменения тысяч генов в процессе всего, всей жизни. Это, на самом деле, новое для науки. Это буквально в последние 5-10 лет мы получили эту возможность. И когда мы посмотрели на это, мы видим, что эти процессы взаимосвязаны. Но до этого это было неизвестно. Поэтому займет еще некоторое время, пока наука переориентируется, и наука старения, изучения старения может прийти к результатам, когда мы можем не просто говорить о борьбе с болезнями старения, но и сказать, что мы можем найти механизмы, чтобы замедлить старение как таковое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok